Большая хоккейная суббота Охотники за автографами на этом свое сафари не закончили, ведь спустя пару часов уже на Минск-арене каждый желающий получил право на подпись Артура Гавруса. Вообще, в этот вечер вся арена жила в предвкушении официального оформления динамовской путевки в плей-офф. Пусть эта чистая арифметическая операция лишь изюмировала то, что и так было ясно. Зубры право сыграть в нокаут-раунде заслужили давно, но все же обретение последнего недостающего балла грело душу. Теперь точно двухлетнему Минскому отсутствию в плей-офф пришел конец. Команда у нас сильная в этом сезоне, вообще самая крутая, мне кажется, самый лучший состав, безусловно, есть у нас шансы. Впрочем, после двух периодов вопрос о приобретении того самого очка оставался до обидного открытым. Первый период был равным, я бы сказала. Под конец, конечно, наши начали нажимать. Ну, я думаю, победа сегодня будет за нами. Ну, ребята держались, делали все, что могли. У них что-то и получалось. Смотрим дальше. Мы были уверены в успехе, но и игра держалась до 51-й минуты до того самого момента, как Шарлин Гле попал в Рибыкино и неожиданно оформил дубль. Потом было несколько неприятных моментов. Шайба Мэтта Эрисона в пустые ворота, и вот он, момент триумфа. Очень сложная была игра для нас, конечно. Игра такой неприятный соперник, который очень такой неуступчивый. Очень здорово сыграл вратарь. Оставил нас в игре в некоторых моментах, когда было очень тяжело нам. И, слава богу, что выдержали, победили и обеспечили себе место плыва. Поэтому все очень рады и довольны. Значенный день для нас. Команда отлично приняла. Легионеры все поддержали, все ребята поддержали. Отлично. Атмосфера вообще волшебная. Просто на нескорение. Долго праздновать Зубрам, к сожалению, некогда. Уже в понедельник к нам приезжает Челябинский трактор. Значит, снова в бой. Продолжение следует...